всем привет друзья меня зовут вячеслав это канал belly for games и resident evil 4 давненько он вышел уже я только до него добрался уже все его пересмотрели кому только нужно все в него поиграли кому интересно и собственно я тоже решил пройти и думаю почему бы не сделать это на запись все равно буду проходить я уже кстати стартанул потом такое меня осенило и вот мы чуть-чуть перри пройдем начнем новую игру и на обычном уровне сложности не хочется где сильно страдать и по перех и перепроходить какое-то место по 500 раз игра очень интересная очень атмосферная поэтому будем мало разговаривать и много собственно играть и смотреть что это это и и это и и и и Я ушел! 30 сентября 98-го. Я не забуду этот день. Тогда я перестал быть кубом. Ракун-сити стерли с лица земли. Из-за биооружия, созданного Амбрадой. Я сумел выбраться, но тысячам повезло меньше. Потом меня позвали в тайную правительственную программу. Выбора не было. Тренировки, тяжелые задания. Я и двое не погиб. Но они хотя бы помогали отвлечься. Хотел бы я забыть события той ночью. И ту боль. Хотя бы на миг. Теперь все будет иначе. Подумал ли он и вот опять. Я уверен. Угу. Культисты. Деревни. Непонятный вирус и все это ждет нас впереди. Скажи мне, Янки, что ты забыл в этом жутком месте? Просто невероятное захолустье. Скажем так, ищу кое-кого. Наверное, очень важный кто-то, да? Шеф лично отдал приказ, сказал, помоги ему. Ну, вы в такую даль явно не на пикник поехали. Что, на пикник? Странные у тебя шутки. Я тебе раскрою один секрет. Только между нами. Тут частенько пропадают люди. Это началось еще черт знает когда. Значит, для вас это просто серые будни, да? Ммм. Вон на прошлой неделе искали здесь пропавших туристов. Уверен, вы постараетесь мне помочь. Почему, если это особо так важно, которую он ищет, послали только Леона, и никто об этом не знает? Пойду отолью. Давай, давай. Сейчас. Конечно, мы все будем ждать, пока ты сходишь и тольешь. Курить будешь? По ним видно, что они к этому относятся так несерьезно. Им насрать вообще, что здесь происходит. Люди пропадают и хер с ним. Аль-Аль-Ги-Дай, сейчас тебе будет, блядь, аль-Ги-Дай. И ушел. А тебе похер, да, что тебя там ждут напарники твои в машине? Что-то он там не торопится. Провалился. Или обосрался. Слушай, может сходишь, посмотришь, что с ним? А может вместе сходим? Как тебе такая идея? Я побуду тут. А то еще влепят штраф за парковку. Само собой. Не могли ничего сказать. Так, а вот и мы. Ну пойдем поищем. Бедолагу-то. В торге, как в самом начале, ничего интересного нет. Можно просто немножечко пробежаться. Сухлый олень. Снова какие-то жертвы они приносят кому-то. Непонятно. Окультисты какие-то. Есть кто? Должны быть. Кто-то здесь всяко должен быть. Талисманчик. Примитивный медальон служит. А, судный день грядет. Понято. Это пророчества Этлины какие-то? Или что это такое? Ну вот сюда нам нужен ключик. Сразу вниз пойдем. Я не буду сильно спойлерить, если честно. Но все уже его и так смотрели. Ну что я смогу сделать побыстрее? Я сделаю побыстрее. Вот почему он сейчас не агрессивный. Испанский подучил. Смотри какой. Он, кстати, нехило так прокачался с предыдущей серии. Точнее с предыдущей части игры. Вот, смотри как жарит. Он теперь умеет вертуху. Теперь умеет стелс. Да вообще прям рэмбо. Плохо. Ключ от охотничьего домика. Плохо дело. Кто-то вяжет наверху, скорее всего это коп. Бэ. Гадость. Тухлые носки. Ну, в стиле резидента. Так, а здесь чё? Значок. Но он нам не нужен. Жетон полицейского. Национальная полиция. Марко Фернандес Костианта. Уфицер. А ли он уже не коп? Он получается специальный агент. Мясо у них здесь навалом. Ну, охотничий дом. Они же охотятся по-любому. Каких-то зверей хавают. Вот они прям дикие и дикие какие-то эти люди. И я не понимаю, что с ними вообще происходит. Ты резидент, он такой запутанный. Хрен там разберешься. Чё, откуда, куда растет. Эй! Понял? Не понял. Что там у тебя? Судя по воплям, ему там не очень приятно. Хотя, кто знает. Вопли, они же всяко разные бывают. Вопль удовольствия, например. Что это? Кто-то в гости пришел. А, ну да, привет. Ой, какого хера? Так, ну тебя я видел, тебя я знаю. Мы его можем просто так пробежать и вообще не сражаться с ним, кстати говоря. Потому что Леон очень умный. Он 10 патронов с собой привез всего. На специальную миссию по освобождению дочери президента привез. 10 патронов. Ну, не гениально ли? Вот этих бродяг тоже можно пропустить или можно попробовать их скрытно убить. Он может... Нет, пока что не научили нас. Странно. Я не хочу с ними стреляться, там ничего полезного нет. Мы там уже были. Поберегу патроны, да и здоровье заодно. Гнездо. Это Кондор-1. Это Ханниган. Говори. Дочь президента Орленок. Скорее всего здесь. Так разведка не ошиблась. Супер. Узнай, как добраться до озера. Возможно, она там. Поняла. Сейчас посмотрю. Скорее. С местными что-то случилось. Моих спутников. Мне пора. До связи. Не смею задерживать. Вот, я говорю. Собственно, он научился паркуру. Научился стелсу. Да вообще много чего знает теперь. На нем, кстати, куртка сидит как мешок. И волосы. Почему у него все у всех волосы нормальные? У одного Леона какие-то анимешные волосы. В принципе, выглядит прикольно, но... Почему так? Тут нужно собирать песеты. Песеты. И, собственно, за них что-то покупать. Патрончики. Карта нам уже доступна. И здесь, по-моему, в карте теперь не помечается, где мы были. Где мы что можем собрать. И тому подобное. Это печально. Вот машинка. Просто будем перезаписываться дальше. И все. Как я уже сказал, я начал играть. Потом подумал, что все-таки лучше я это сделаю на прохождение. Может все равно кому-то будет это интересно. Все-таки не все видели еще резидент. Да и просто почему бы и нет. Игра классная. Так, вороны. Ну на них нет смысла столько патронов тратить на этих воронов. Может попробовать ножа дать ему? А, ну да, не получится. Они улетают. Бой, но они чуткие. Сейчас залутаем здесь по максимуму все, что можно. Потому что там дальше будет деревенька. И нужно будет как-то там продержаться. Ничего нет, хорошо. Поехали. Так, здесь кто-то был, по-моему. Что такое, или он? Паутину в лес или что такое? Тут кто-то был. Вот я только их не вижу сейчас. Ладно, пойдем. Сами согреться. Форестера, форестера. Вот эти с вилами жарят только путь. Но самые страшные здесь бабки. Бабки. Хуярят похлеще мужиков. Не знаю, почему их такими дикими здесь сделали. Но именно бабок. Ну да. Все? Ты еще живой, что ли? Подожди. Все? Отлично. Вот, смотри, как мы очень до-ептываю. Ты сегодня умрешь? Очень экономненько пока что проходим. Но это скоро закончится. Потому что я дальше там не особо знаю, кто там есть. То и как. Так что скоро будем страдать без патронов. Без всего вот этого снаряжения нам нужного. Без хилок и так далее. Ой, прекрасно. Черт. Действительно. Кстати, капканы. В них, когда вступаешь, они здоровье не расходуют. Хотя это странно, если честно. Вот тут один стоит. Его видно даже. И он сейчас, конечно же, на меня выбежит. Нет? Ну да, понятно. Почти попал. Продолжай стараться, и у тебя все получится. Только выходи. На-на. Сто процентов. Педаса еще тот. Тут, кстати, нет быстрого разворота. Или я его не нашел. По-моему, раньше было назад и бы. А сейчас непонятно, как это сделать. Ну ладно. Да, играю я, кстати, на геймпаде. Мне просто так больше интересно. Я привык. Играть на геймпаде в Resident. Да и плюс, какие могут быть тут спойлеры вообще, если это ремейк. То есть все играли уже давным-давно в четвертую часть. Которая вышла еще в 2000-ом каком-то, 15-ом. Или и того раньше. Что-то упало. А, голова отвалилась. Так, вот она, деревенька наша, собственно. И местные решили шашлычок сделать. И скопа нашего. Нам приятно. Да иди ты нахер. Дон дэста. Тут мы не залезем, потому что нужно два человека. Вот я хочу проверить, стелс он уже изучил или нет. Зеленая трава. Пригодится. Бить нас будут сейчас много. Вот. Эти бабки с вилами, они вообще какие-то отмороженные. Давай ты ее скрытно сейчас уработаешь. О, отлично. Но я тут всех не перебью. Кстати, они тут спавнятся бесконечно, эти... Жители. Поэтому их тут пытаться убить всех. Ну так себе затея. Насколько я понял. Потому что я в них стрелял, стрелял, стрелял. А, ну да. Ну что ж, понеслась. Опа. Да как ты не вдохнешь с одного выстрела в голову? Вот что за бред? Да бабки, блин, вот бабки, они самые жесткие. Вот это классно, то что он их ногой всех отбрасывает сразу, кто сзади стоит. Бесеты собираем, пригодятся. Ага. Тут главное, чтобы они тебя не зажали. Просто где-то в доме. Потому что будет плохо. О, ай, тут много. Иди-ка. Да я понял, ты жестко, жестко махаешь, дед. Еще остался порох в пороховницах, как говорят. И опа. Этого даже не заметил. О, ударю, ударю, не ударю. Я понял. Надо быстро освобождаться, было она сейчас. Проткнет, проткнет и как пить дать убьет. Но не прям, чтобы убьет, у нас здоровье еще в принципе есть в запасе. Так, а здесь, о, это плохо. Кстати, надо выбегать отсюда. Быстро, 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 быстро. Да ёб твою мать. Отойди от меня. Открыть снаряжение. Да зачем я пока не буду хилиться. Вот здесь побегаем. Здесь вроде есть окошко и можно будет в него, если что, нырнуть. А вот этот парень, кстати, неубиваемый сейчас. Ха, какой взгляд у него дружелюбный. Он неубиваемый сейчас. Я пытался его загасить. Че такое, че такое? Эээ, подожди, это плохо. Плохо, плохо, плохо. Так, бабка в окне тоже не очень. Что ты делаешь? А, он капкан поставил, серьезно? Вот здесь постоим пока. Патроны потихоньку заканчиваются. Да блядь! Ты говнюк, говорит. Так, я понял. Отходим. Надо похилиться, бы сейчас убьют. А, вот спрей есть. Кстати, траву не будем пока езать. Спреем захилимся. Я надеюсь, что получится с первого раза пройти, потому что не всегда получается. Они тут жестко прям так иногда бывают, окружают и хрен выберешься. Не попало. Нам нужно сделать, короче, продержаться до того, как кто-то позвонит в колокол. Погодь, 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 погодь. Да, блядь. О-о-о-о, ни хера себе он сразу убивает. Вот это да. Это неожиданно. Вот и первая смерть. Не продержались, получается. Вот это обидно было сейчас. Так хорошо шел. Это я обратно, что ли, вышел? Так, ну давай еще раз. Вот это он жарит с бензопилой, слышишь? Подошел просто сзади и выебал. Я сначала попробую что-нибудь пособирать, чтобы попроще выжить было. Может быть деревню изучить? Ну по домам тут шарится плохая идея, мне кажется, потому что они в домах могут зажать. И все, ну попробуем. Давайте сейчас выйдем на улицу, чтобы они нас увидели. И потом будем бегать. В этом доме, в принципе, не зажмут, потому что можно выбежать через окно. Ой, блядь, ты че такой, мне завтра. Да иди ты нахер. Я понял, там еще сзади кто-то есть. Вот, они окружают прям только в путь. Очень жестко окружают. Я понял. А им все дни придет, нет? Попала уже нормально во всех. Главное не паниковать. Дай патронов. Дай патронов, дед. У него патроны дал, спасибо. Да ебать. Так твою мать. Я сейчас весь вновь шуброглю так. Может их флешкой шугануть? Но флешка она не дамажит, она просто их отвлекает. О, хедло. Язык вымышленный или это реально такой испанский, да, вроде? Я понял, понял, понял. Не надо, не надо, пацаны. Так, закрыто здесь. Да иди нахер-то. Вот, видишь, видишь, что происходит. Ну, все, зажали. Лови подарочек. Что там? Да, конечно, у меня сейчас у них все с флешки собьется, пока этот, блин, тут заводит свой пил. Да пропусти, ты уже, видели сто раз тебя. О, да, говорю, меня штаб бою мать, но это, это финалочка. Вот, нельзя, короче, в домах зажиматься, бой, это конец. Вот здесь будем стоять, у нас, по крайней мере, здесь есть несколько вариантов развития событий. Можно выбежать вот так и можно выбежать прямо. Ну, прямо сейчас не пройдем, конечно. Иди в жопу. Гребаная бабка. Вот, вот здесь их по контролям, если честно, немножечко. Стой, поедем, да не надо. Чуть не убил. Ну, песета в кучу валяется. Да попади, спасибо большое. Ну, давайте рискнем. Двою уже, блядь. О, я понял. Это плохо. Это очень-очень плохо. Очень плохо. Это конец. Нет, живем. Да отойди! Колокол. Ёб твою мать. Вот, до этого момента нам нужно было дожить. Собственно, у них начался обед или молитва. Я не знаю, зачем они ушли. Но нас это спасло. Вот, кстати, еще проблема. У меня в русской локализации временами бывает звук немного пропадает. Я не знаю, с чем это связано. Попробовал на английской поиграть. Когда я стартанул, я, кстати, играл на английской, все было окей. А вот с русской локализацией что-то не так. И он на секунду так бывает исчезает, но он все равно это бесит. Я не знаю, как это исправить, если честно. Окей, они ушли. Как же жестко. Это обычное, прикинь, на хардкоре играть. Куда это они все? В кино, что ли? Ну, типа того, да. Ну, игра, конечно, кайф. Четвертая часть, она и была вроде как самой лучшей. А ремейк это вообще шедевр. Кондор 1, прием. Я нашла путь к озеру. Там есть большая мельница. За ней начинается тропа. Мельница. Понял. Будь осторожен. Отбой. Буду. Постараюсь, по крайней мере. Так, давайте пособираем, что здесь у нас есть, что мы пропустили. Вот бесеты. Там дальше будет торговец, кто не знает. И мы сможем у него что-то купить. Интересно. Чем больше у нас будет денег, собственно, тем больше вещей мы сможем у него купить. Ну и потрошки, конечно же, будут не лишними. Ну и хилки, если повезет. Тут, в принципе, немного домушек, штучек 5. Сейчас быстренько все облутаем и побежим дальше. Закрыто, открыто, открыто. Рубин. Рубин нам пригодится. Его можно вставлять в какие-то предметы и потом получать за них больше денег у торговца, соответственно. Так, потрошки. Зачем вот им патроны нужны в этой деревне? Они же ферно оружие не пользуются. Оружием не пользуются. Только бензопилами, топорами. И все. Зачем они такие нужны? Я понимаю, что ими кто-то управляет, как стадом, типа. Но все-таки, если они настолько тупые, что они даже не могут взять в руки оружие, то было бы полезнее. Да, они живучи, они не умирают там с одного выстрела в голову. Вот, кстати, вычурное ожерелье. В него-то и мы сможем ставить этот рубинчик. Лесенка. Пока закрыто. Вот сюда они пошли. Здесь тоже закрыто. Мы сюда не можем зайти пока что. Да, и не очень хотелось, если честно. Их там до хрена сейчас. И чувствую, что получим мы там только лещей. Гранатка. Вот, кстати, вот это было. Надо взять здесь. Потому что я здесь еле выжил. Да и вообще в дома тут заходить, ну такая себе идея. Два раза зашел, два раза чуть не помер. Материалы. Книженцы. Читать нельзя. Так, давайте попробуем вставить, где это делается. Наши сокровища, вот. Объединить с рубинчиком. Прекрасно. Мне дали какие-то, кстати, кейсы и какие-то пушки. Но я их не буду использовать. Они больные. Потому что это как бы не очень честно. Они просто там валяются и я не буду ничего менять. Пройдем так, как оно есть по стандарту. Без всяких там улучшений. Ну я имею ввиду дополнительных улучшений. Игровые улучшения мы всякое будем покупать. Например, там на оружие. Увеличить его мощность и тому подобное. Так, карту глянем. У нас вот лежит трава, которую я не заметил. И в принципе все больше ничего не отображается. Здесь закрыто, да? Ну да. Ладно, мы сюда еще вернемся 100%, потому что нам еще нужно будет как-то попасть в то место, там где нас должны подсадить. Корова куда-то убежали, то ли ее съели. И здесь тоже вот закрыто. Да. И сюда попасть можно только вот через это место, но здесь нужно два человека. Окей. Можем идти тогда. Патрошек еще, кстати, осталось так неплохо. Вот здесь еще я не был. А, был, кстати, здесь закрытый ящичек. И здесь ничего у нас больше нет. Так, ну да, вроде бы все осмотрели. Нам нужно, скорее всего, сюда, на мельницу лезть. Ну, точнее, не скорее всего, а 100%. Так, вот мы берем травушку и... Да. И проваливаемся. Нам это дало только пока что непонятно. А что делать? Я уже забыл, кстати говоря, играл недавно, пару дней назад. Но уже забыл, прикиньте. А, вот. Дверь открывается. Мельница. Туда нам и нужно с вами? А кто-то разговаривает? Я слышу, как кто-то бубнит. О, сохранялочка. Патрошки. Так, сохраняем. И продолжаем. Давайте чуть-чуть по стелсим. Пока нож не сломался, я сейчас окончательно. Я очень много ножа потратил, на самом деле, на них. Ну, а как иначе, они зажимают и не дают больше ничего сделать. Нож в этой игре конечный. В отличие от четвертой части. Че, воняет, да? Технологии еще не дошли до такой степени, чтобы могли с вами еще запахи учуивать. Пока что, но все возможно изменится в скором будущем. Так, здесь есть вот эта штучка, которую нам нужно сбить. Здесь, кстати, шпинель, которая раньше, если кто знает, она просто, ну, была бесполезная. То есть, ее нужно было только продавать. Это камень такой. А здесь за него можно какие-то редкие штуки покупать. И шпинель можно собирать, выполняя задания торговца. Специальное задание торговца. Он дает там, типа, убей кого-то, собери то-то. Ну, или вот, найди 9 амулетов, или 5, или сколько там их надо. Я понял. Вот эти жесткие, они разгоняются и прям на таран идут. Я понял, понял, понял. Так, убили бабку. Вот, собственно, это задание от торговца. Уничтожьте синие медальоны. Кто-нибудь ради всего святого, избавьтесь от синих медальонов, которые повсюду оставляют эти проклятые фанатики. Поручение. Уничтожить все синие медальоны. Зона ферма. Награда шпинель 3. Прогресс 2 из 5. Потому что я уже 2 штуки сбил. Надо еще 3 найти. Так, эта ферма здесь открыта, но мы пока что не идем. Нам еще вот этот кусочек бы обследовать. Так, здесь ключ. Здесь трава. Вон, еще один медальон. Внутри кто-то есть, но здесь, по-моему, закрыта. Да, здесь закрыта. Она вышла, что ли? Да нет, вроде все там же орет. Так, здесь больше ничего нет. Две коровки стоят. Свиньи, вот... О, ты что, ебать, кабан? Ты паскуда, я тебя сейчас на мясо пущу. Ты напал на меня? У меня даже хп-шки сбил какое-то количество. Но с них, походу, ничего не падает. Огородло? Так иди на Огородло. Что ты тут делаешь-то? Вилла взяла и на Огородло. Давай вставай. Лежачих не бьют. Твою мать. Ну, бьют, конечно, только иногда. Так, хорошо. Огородло легла отдыхать. Здесь у нас пикает бомбочка, которую нужно обезвредить. Так, поехали. Во, желтая трава. Вот это самая ценная трава в этой игре. Она нам увеличивает здоровье. На перманентной основе, то есть постоянно. Патрошки. Так, патроны для дробовика. А сам дробовик? А сам дробовик. Кстати, дробовика-то нет. Здесь чего? Здесь какой-то спуск. Ага, и походу последний амулет. Да, 5 из 5. Я помню, что здесь где-то должен быть дробовичок поблизости. Но не помню точно где. Еще один рубин. Порох. Пухонный нож. Тоже полезная штука. Так, деревянная шестерня. Блин, тут я взял. Ну ладно. Упс, не попал. Так, сзади кто-то, да? У, кто-то там жесткий прям. Да, вот этот хер с башкой быка. Да, короче, он вообще живут. Чего надо с дробовша палить. Но я дробович не нашел. Вот в чем проблема. Я не помню где дробовичок. Его можно гранаткой подорвать, но граната ебать ты какой. Но граната его не сильно взяла в тот раз. Когда я сам играл. Она его не сильно взяла. Так, а где дробовичок? Может он на карте где-то у меня отображается? Вроде бы нигде. Ты сдохнешь сегодня, нет? Вот эти, которые голова свернута, они какие-то мега живучие. Я ищу дробаш, ребят. Просто я его пропустил где-то, а без дробовика его не убьешь. Ну, по крайней мере, это будет очень трудно. Ладно, давайте его гранаткой сейчас угонем. В принципе, две штучки, даже три есть. Окей. Воу. Ой, стой, 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 быстрей, быстрей. Твою мать. Все, я понял. Давайте еще одну. Вот, видите, гранаты его все-таки не сильно берут. Ух, нихера себе. Так, давайте желтый смешаем. Вот это вот. Создать. Желтый. Использовать. Ну, иди сюда. Блять. Давай только не дохни, Леон. Да иди, короче, ты в жопу, на третью ешь. Вздох. Ну, наконец-то, три гранаты, ребят, потратил на него. Представляете, три гранаты. А все из-за того, что дробовик не нашел. Там ответ. Ладно, будет, конечно, больше потом патронов для дробовичка, но все-таки это печально. Так, а здание я выполнил, я вот что-то не помню. Я подстрелил три амулета. Где-то вот тут вот он у меня уже был. Как так могло получиться? Я невнимательно смотрю где-то. Сто процентов. Так, здесь мы были. Но ты на второй этаж нужно лезть, сто процентов. Где ты? Где-то он висел на стене. Я точно помню, что он висел на стене. Но не помню, в каком месте. Так, не здесь. Ладно, давайте шестерню применим. И открылись ворота. Для этого нам нужна и была, собственно, эта шестерня. Чтобы мы могли дальше пройти. Так, давайте я дробовичок поищу и вернусь. Так, друзья, нашел я дробовичок. Он остался в домике, в деревеньке. На втором этаже висеть не очень. Я внимательно осмотрел то место, получается, и пропустил его. Но ничего страшного. Теперь у нас есть дробовичок. И, в принципе, патронов для него есть тоже много. Погнали дальше. У нас тут какой-то мост деревянный и домик. Не помню, что это за дом, если честно. Ну, сейчас будем разбираться. Так, здесь тележка. Это проход дальше. Материалы песеты нам нужны. Здесь какая-то тропиночка еще есть. Так, песетики. Уже 10 тысяч. На что-то всякое должно хватить. Так, и порох. Я еще патрончиков немного на дробаш скрафтил. Потому что дробаш очень полезен здесь. Он больших мобов только так выносит. А больших тут встречаются они, кстати, часто. Но, блин, патроны из пистолета их вообще не берут. Окей, здесь нельзя. Так, это у нас озеро. Поищу озеро. Агаррадло! 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 Все. Ну, вроде все. Он им прям шеей вертухой ломает. Какой жесткий ли он все-таки. Так, отлично, упал. Хотели засаду нам тут сделать. А хер там получилось. Вот бабка сейчас может нам все планы испортить. Подожди. Не буянь. Не буянь. Давай быстрей. Так, отлично. Еще 300 песетов. Даже, я бы сказал, 500. Ничего себе. Такой богатый был дед. Так, а ну-ка, давайте карту глянем. Здесь какие-то сокровища помечаются, но... Я пока что не могу половину из них взять. Да не то, что половину, наверное, все даже взять не могу. Вот летучие мыши, а ну-ка. Не. Ладно. Так, озеро. Вот здесь нужно аккуратненько пройти, потому что они здесь капканов наставили. Целую кучу. Запалило, да? Так как ты умудрилась? Я же на кортах. Бам. Вот еще проблема, он не всегда успевает добегать. Так, динамит прилетел. Спасибо, блять. Огородло! Давайте попробуем динамитчика сначала убить. Хотел пригнуться. Во, смотри-ка, блин, не успел. Ну, почти. В общем, если успеваешь его ударить с ноги, когда он застрял в капкане, то у него нога отрывается, и он, в принципе, сразу умирает. Не успела поджечь. Их еще можно в момент, собственно, поджигания и кидания динамита еще стрелять, и они его роняют и взрываются. Так, ну, не докидывает. О! Так, давайте попробуем спить ему динамит. Ай, блин. Не получил. Хуй, твою ж. Как так получилось? Пока. Давайте еще разок. А, вообще не попал. Блин, ну, короче, вот это у меня дело не получается. Блять. Да че он такой живучий? Он упал один раз. Я его пять раз подстрелил, и он все еще живой остался. Твою ж мать! Я понял, надо ему прям в голову попасть, наверное. Ну, давай попробуем. И что? Иии? А ты взорвешься сегодня динамит? Ну, короче, он взорвался, но это уже было поздно. Не получается у меня это делать почему-то. Ну, ладно. Приналовчим. Шпинель. Вот, кстати, шпинель нашел. То есть, она еще и просто так дропается, да? Это хорошо. Это полезная штука. Вот оно, озеро. Такое большое, красивое, все в тумане. Но здесь ничего пока нельзя сделать. Так, пойдемте немного назад. Я полутаю этот домик и побежим дальше. Капканы, они в принципе все уже... Почти все. Деактивировали, хотел сказать, только я и вступил. Так, не то нажал. Так, очень много денег. У меня денег столько не было, по-моему, в тот раз. Ну, кстати, они рандомно выпадают. То ли деньги, то ли патроны. Это зависит от того. Ну, от рандома. Чисто рандом. Так, рыбка. Они здесь у нас, короче. И охотники, и рыболовы, и все, кто только можно. А что там было такое? А, перепрыгнуть. Окей. Так, ну вроде все. Ну, потом забуду и вляпаюсь как-то в эту бомбу. А оно мне надо? Оно мне нахер не надо. Так, ну вроде все. На карте ничего нет. На карте тоже ничего нет, кроме странных каких-то... Сокровища с дополненной картой. Не знаю, что это за карта такая дополненная. Но пускай будет уже никуда от этого не деться. Так, кто-то там в доме тарабанит. По-моему, это... Наш друг. По-моему, это он. Это здесь. Сейчас только я обследую вот эту часть немножечко. А, здесь ключ нужен, да? Ну да. Ладно. Тогда идем в дом. Вот замки с ноги выносит. Он просто... Жёсткий тут ли он. Ещё ключ. Слышу, слышу, пикает. Нужно обезвредить. Поехали дальше. Так, пороха куча. Это у нас какой-то мужик и пацанёнок. Но раньше они видно же, что нормальные были. А потом с ними что-то случилось. Ну, как что-то. Лас-плагас пришёл. Бамс. Так, давайте немножечко покрафтим. Нужно, наверное, смешать вот эту травку и красную. И две зелёные. Они просто много места занимают. Так, ладно, пускай будет. Нож сломался, кстати, у меня. Потрошки. А, понятно. Форастеро, подожди, подожди. Форастеро. И Куэрпо туда же. Так, 400. Ну, неплохо. Какой-то подвал. Зачем мы сюда пришли вообще? В поисках ключа. Нам же нужно было на озеро. Но мы на озеро и пришли. Собственно. Больно, блин. Мне показалось, ты хочешь что-то сказать. Какая проницательность? Скажи, у тебя Сиги есть? Нет. Курение убивает. Правильно. Да? Ну, тогда, может, развяжешь? Ходор. Только не он. Ты кто? А ну-ка, стоять. Ничего себе, Леона с одной тычки грубил. Здоровый мужик. Ну да, ну да. Заразили нас. Заразил ублюдок нас. Так, давайте сохранимся здесь. И давайте на этом, ребятушки, заканчивать наше видео. Первую главу прошли. И уже встретимся с вами во второй главе. Всем спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Пишите все комментарии. Оставляйте уведомления. В общем, всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok